Вечер добрый, дорогие партнеры по бизнесу, дорогие коллеги. Очень приятно встретиться с вами виртуально на нашей конференции, которая посвящена сегодня сердечно-сосудистой системе. В Атоме мы объединились врачи разных специальностей, врачи, которые занимаются больными, которые занимаются какими-то парамедицинскими, может, областями. Поэтому мы решили, что надо немножко в плане поддержки партнеров, в плане поддержки друг друга дать вот такие обучающие семинары. И с учетом того, что организм человека – одно из самых сложнейших творений, с учетом того, что мы сталкиваемся с разными болезнями, мы решили, что раз в неделю мы будем говорить о каких-то заболеваниях, мы будем затрагивать органы и системы. Дальше, возможно, мы продолжим уже прицельно, уже по препаратам проводить вот такие обучающие семинары именно для тех, кто в медицине, для тех, кто глубоко изучает сегодня профилактическое направление в медицине, которое очень на сегодняшний день является важным, основополагающим, возможно, потому что ситуация этого года, ситуация с пандемией, в общем-то, застала врасплох всю систему здравоохранения всего мира. И это даже не важно было, какая экономика, какая система здравоохранения, но пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи пришлось в каждой стране. И, конечно, наработан огромный опыт, и медицинская общественность делится своими достижениями, делится своими ошибками. Все это направлено на то, чтобы улучшить нашу с вами работу в борьбе за сохранение жизни человека. Мы сегодня живем в быстро меняющемся мире. И в этом быстро меняющемся мире получается, что независимо от развития страны, и страны с высокой экономикой, и страны, у которых имеются проблемы в экономике, сталкиваются с одними и теми же глобальными проблемами. Какие это, в первую очередь, проблемы? Это, конечно, старение населения. Об этом уже говорится в последние десятилетия, что идет демографическое старение планеты. Особенно это касается европейских развитых стран. Это быстро растущая урбанизация, и это то, что идет глобализация нездорового образа жизни. Все это привело к тому, что мы столкнулись с тем, что хронические неинфекционные болезни, такие как болезни сердечно-сосудистой системы, такие как сахарный диабет, хронические болезни легких, онкологические болезни, они стали на перегонки с инфекционными болезнями, одной из ведущих причин растущей смертности, инвалидизации населения. И вот сегодня мы будем говорить о самой важной системе, сердечно-сосудистой системе, которая тоже во время пандемии показала важность знаний в этой области, потому что наиболее подвержены были и заболевания, и осложнения те пациенты, у которых были те или иные и патологические изменения стороны сердечно-сосудистой системы легких. Как видит Всемирная организация здравоохранения, ну и вся медицина, сердечно-сосудистые заболевания. Это ишемическая болезнь сердца, стенокардии, да, мы знаем по классификации есть стабильные, нестабильные стенокардии, вариантные стенокардии, острый коронарный синдром и инфаркты. Большое значение, большую роль играют как приводящие к инвалидизации, к смерти, это инсульты, повышенное кровяное давление или артериальная гипертензия, болезни сосудов периферических артерий, ревматические пороки сердца, врожденные пороки сердца, сердечная недостаточность и так далее. И одной из основных причин роста, развития сердечно-сосудистых заболеваний, конечно, является образ жизни человека, то, как он питается, его вредные привычки, его приверженность к занятиям физкультурой и спортом, то есть насколько он привержен к здоровому образу жизни. Страны с развитой экономикой поняли эту тенденцию и на сегодняшний день у них культ здоровья, у них очень большая борьба с курением и они довольно стали преуспевать, мы об этом сегодня увидим статистику риска сердечно-сосудистых заболеваний, смертности, вот на этом рисунке этот рисунок демонстрирует нам смертность от ишемической болезни сердца по всему миру и разными цветами указаны количество умерших людей на 100 тысяч населения и посмотрите красным цветом выделены страны, где самая высокая смертность из-за ишемической болезни сердца это инфаркты, да, стенокардии, острый коронарный синдром и так далее от 152 до 405 случаев на 100 тысяч населения это посмотрите это Евразия это Африка да и наименее наименее показатели смертности от ИБС от ишемической болезни сердца показывают страны Северной Америки Австралия там смертность от 12 до 74 на 100 тысяч населения уровень смертности от нарушений мозгового кровообращения в принципе такие же показатели в принципе такие и показатели по Евразии и смертность от нарушений мозгового кровообращения от 132 до 240 на 100 тысяч населения если это красные красным цветом указаны страны. И опять же Австралия и Северная Америка это страны, где наиболее благополучно обстоят дела со смертностью от инсультов от 11 до 49 на 100 тысяч населения. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения 2008 года, которые обновлены в 2017 году. И у меня сегодня заинтересовал вот такой интересный документ Всемирной Организации Здравоохранения который посвящен проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и меня заинтересовал документ который называется Глобальный режим гипертонии и авторы этого глобального документа это представители ВОЗ и действительно гипертония в 2013 году ВОЗом была определена безмолвным убийцей. Почему? Почему гипертонию назвали так и почему именно гипертония на сегодняшний день является одной из ключевых краеугольных камней глобального кризиса общественного здравоохранения. Вот на первом слайде я говорила сердечно-сосудистые заболевания начинаются с ИБС и так далее, да? Но в основе всей патологии сердечно-сосудистой системы вначале идет нарушение нарушение сосудистого тонуса или повышенное кровяное давление гипертония. В чем же коварность гипертонии? В том, что она не имеет как таковых симптомов вначале. Человек даже не подозревает о том, что у него начинается болезнь. Она не проявляется никак, но цифры давления меняются и уже начинается начало очень серьезного состояния, которое впоследствии приводит к гипертрофии желудочка, впоследствии приводит к повреждению органов мишени, которые мы все с вами знаем. Это в первую очередь сердце, это мозг, это почки, это глазное дно. И если говорить о масштабах гипертонии, то миллиард человек в мире страдает гипертонией, и уже гипертония является причиной 9 миллионов смертей во всем мире. Именно поэтому было принято решение объединиться странам Всемирной Организации Здравоохранения для того, чтобы объединить усилия. Не должны люди умирать от гипертонии. Гипертонию можно предотвратить, гипертонию можно лечить и предотвратить осложнения. Это в наших силах. Но это не в силах системы здравоохранения. За гипертонию не должен отвечать ни семейный врач, ни кардиолог, ни терапевт. Это глобальная проблема человека. В первую очередь сам человек должен отвечать за состояние своего здоровья, сохранить то, что ему дано природой. Да, имеет значение наследственный фактор. Но для того, чтобы сработал этот механизм генетически обусловленной болезни какой-либо, необходимо, чтобы были еще какие-то предпосылки. Необходимо, чтобы человек создал такие условия, чтобы вот этот генетический механизм сработал, и у него началось повышение артериального давления. Почему мы считаем, почему и ВОЗ считает, что управлять можно гипертонией, что важно не допускать до осложнений, важно удержать, даже когда мы увидели, установили диагноз, на начальных стадиях мы можем вернуть все обратно только тем, что мы подойдем к этому со всей ответственностью. А какая это ответственность? И какая роль сегодня нас, как людей, как системы здравоохранения, как тех, кто отвечает за будущее нашего населения, за то, чтобы мы увеличили продолжительность жизни, чтобы наше глобальное старение проходило красиво, чтобы избежать инвалидизации. Конечно, это профилактика и контроль повышенного давления. Почему мы можем это предотвратить? Потому что мы можем контролировать давление. Оно подконтрольно. Мы можем измерять это давление. Мы можем менять какие-то, есть такие модифицируемые факторы риска. То есть мы можем изменить питание. Мы можем изменить, исключить вредные привычки. Мы можем ограничить употребление соли. Мы можем заниматься спортом. Даже во время карантина никто нам не мешал заниматься той же гимнастикой, вовремя ложиться спать, вовремя просыпаться, принимать вовремя необходимые лекарства, там, где это необходимо, там, где уже есть гипертония, либо предотвращать ее появление. На глобальном уровне 17 миллионов случаев смерти в год, это по причине сердечно-сосудистого заболевания. То есть после того, как появляется гипертония, появляется гипертрофия желудочка, потом появляются аритмии, жизнеугрожающие аритмии, нарастающая сердечная недостаточность, тромбозы, эмболии и так далее, и так далее. То есть всегда пусковым механизмом для сердечно-сосудистых заболеваний, если это не ревматизм и не ревматический или врожденный порог сердца, чаще всего одной из самых важных причин сердечно-сосудистой патологии и заболеваний является артериальная гипертония. И посмотрите, какие осложнения, те осложнения фатальные, такие как инфаркты, инсульты, это 9,4 миллиона случаев смерти. А если взять в процентах, то это половина инфарктов и половина инсультов, это по причине гипертонии. То есть первая причина гипертонии. И с учетом того, что сегодня среди нас есть врачи, которые не являются кардиологами, терапевтами, я хочу немножко напомнить, опять же, с определения ВОЗ и с вот этих глобальных документов по гипертонии, что такое артериальная гипертония, когда мы должны задуматься, что это не норма, потому что нередко, не только пациенты, иногда врачи допускают в своей работе такие слова, как рабочее давление, считая рабочим давлением 140, 160 на 90, которое, конечно, не должно быть правдой и не должно приниматься за истину. Поэтому вот сейчас я немножко хочу провести экскурс по артериальной гипертензии и остановиться на моментах медикаментозной и немедикаментозной терапии артериальной гипертонии. И что такое гипертония? Это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, которое сопровождается стойким повышением систолического давления больше или равно 130 мм рт. ст. и диастолическое больше или равно 80 мм рт. ст. Гипертензия артериальная делится на две огромные группы. Это первичная или эссенциальная и вторичная артериальная гипертензия. И, конечно, 85% это эссенциальная гипертония гипертония или чистая гипертония. Причину, которой не всегда удается установить. Мы по факту находим повышенное давление и, исключая какие-то вторичные этиологические или причинные факторы, мы говорим, да, у пациента эссенциальная или чистая артериальная гипертония. Ставим степень тяжести, определяем факторы риска и, исходя из этого, определяем нашу тактику, как вести этого пациента, какая медикаментозная терапия назначается, какие препараты мы должны прибавлять в том или ином случае. Итак, когда появляются симптомы, как правило, очень много людей ходят с высоким давлением, пока не появятся какие-то клинические проявления, такие как звон в ушах, шум в голове, мелькание в уши, голова, крушение, ухудшение памяти и так далее, и так далее. Цифры давления уже высокие, снимаете ему ЭКГ, вы видите, у него уже изменения в виде гипертрофии его желудочка, отправляете на эхокардиографию, эхокардио вам подтверждает, более того, уже вы видите систолическую перегрузку. Далее, когда вы начинаете выяснять у пациента, то вы можете докопаться до того, что вы найдете у него уже дополнительные признаки осложнения гипертонита, такие как ухудшение памяти, и зачастую эти пациенты ходят без терапии, без всякой терапии. Но самое ужасное, то, что безмолвный убийца, артериальная гипертензия иногда выявляется на той стадии, когда мы просто не можем сделать ничего, как принимать такие серьезные решения, как подключение, например, пациентов гемодиализу. Сегодня огромное количество больных, находящихся на гемодиализе, это гипертоники, и, конечно, очень печально то, что это молодые люди, у которых эссенциальная гипертония, которая привела к сморщиванию почек, терминальной почечной недостаточности и необходимости постоянной пожизненной заместительной почечной терапии. Другой удручающий момент, то, что даже когда у этих пациентов делается трансплантация почки, бывает так, что эта здоровая почка также подвергается действию высокого давления, и этот пациент через некоторое время опять возвращается на гемодиализ. То есть это все еще раз должно насторожить нас всех о том, что не может быть артериальная гипертония безобидным синдромом, и если пациент говорит, меня же ничего не беспокоит, 140, 160 на 90, это мое рабочее давление, и не надо мне принимать никакие препараты, это глубокое заблуждение, которое может привести к тому, что что такое рабочее 140, рабочее 160 давление, это то, что сердцу приходится работать постоянно с усилием для того, чтобы протолкнуть кровь в сосуды, а именно сердце отвечает за выброс, за то, чтобы каждый орган дошла хорошая насыщенная кислородом кровь, а когда высокие цифры давления, особенно когда 140, 160 пациент говорит, что он ничего не чувствует, как правило, это та гипертония, где повышенное сопротивление сосудов, если это гипертония, у которой повышенный сердечный выброс, более заинтересована симпатическая нервная система. Обычно пациент рано начинает чувствовать головную боль, дискомфорт, и он может еще обратиться. И очень часто терапевты, врачи ставят ему диагноз НЦД с учетом того, что это молодой пациент. И всегда вызывает спор между терминологией НЦД по гипертоническому типу, либо это артериальная гипертония первой стадии. Очень важно не пропустить вот эту грань между НЦД и между началом болезни артериальной гипертензии. И поэтому, когда сердцу приходится работать с усилием, с нагрузкой, чтобы протолкнуть спазмированные сосуды кровь, конечно, ему ничего не остается делать, как гипертрофироваться. Миокард гипертрофируется, мы это еще учили с вами на анатомии, на физиологии, на патофизиологии, да, что такое гипертрофия миокарда? Это накачанная мышца, да, чтобы проталкивать кровь, мышца сердца гипертрофируется, она становится толстой, но количество сосудов не меняется. Количество сосудов, калибр сосудов, хорошо, если остается тем же, а если еще и атеросклероз, то ухудшается кровоснабжение вот этой самой толстой мышцы миокарда. Что получается? Получается стенокардия появляется, нехватка кислорода, а потом на фоне этой стенокардии какой-то стрессовый фактор, либо криз и резкий спазм сосудов приводит к острому нарушению коронарного кровообращения, катастрофе, которая начинается с острого, с нестабильной стенокардии, потом острый коронарный синдром, а дальше и острый инфаркт миокарда. И хорошо, если пациент живет в городе, либо там, где есть кардиохирургия, ему поставят стенд, его нагрузят массой лекарств, из которых он просто умрет без антикоагулянтов, без статинов, без антигипертензивных препаратов. то есть чем дальше прогрессирует артериальная гипертензия, тем больше пациент нуждается в приеме лекарств одних, других, третьих. Не бывает, что просто артериальная гипертензия без нарушения обмена липидного, углеводного, поэтому необходимо модификация, поэтому и необходимо модификация образа жизни, поэтому необходимо и студентам мы каждый раз говорим, надо лечить не в целом артериальную гипертонию, не в целом ишемическую болезнь сердца, не аритмию у больного, а надо лечить больного, у которого есть гипертония, больного у которого есть аритмия, у которого есть стенокардия, у которого есть хроническая сердечная недостаточность. Вот так мы подходили, когда были начинающие врачи, и вы помните это золотое время, мы лечили не болезнь, мы лечили больного, мы не были, мы не работали в рамках стандартов, и у нас было время, это было спокойное, не цифровое, не теперешнее время, мы работали с каждым больным, мы прорабатывали все его скрытые причины, механизмы болезни, у нас на это было достаточно времени, у нас была достаточно хорошая обстановка. Конечно, в условиях глобализации, цифровизации, в условиях урбанизации, когда сегодня врач должен за 20 минут успеть опознать болезнь, узнать причины болезни, поставить диагноз, провести диагностику, назначить какое-то обследование и дать лечение, семейному врачу непросто бывает разобраться с этим. Именно поэтому я думаю, что вот эти наши семинары, если здесь есть семейные врачи будут хоть какой-то помощью вот в определении стратегии, стратегии работы с пациентом, чтобы была большая настороженность, когда мы видим такой вроде бы часто встречающийся синдром, который, к сожалению, пропускается на всех уровнях, начиная с первичного звена, затем у терапевтов, и у кардиолога, как правило, приходят гипертоники, у которых есть признаки уже нарушения функций жизненно важных органов. Об этом мы сейчас и будем говорить. Поэтому лечение гипертоника всегда начинается сначала с определения причин. Какие факторы способствуют тому, что у пациента будет артериальная гипертензия, а далее другие сердечно-сосудистые заболевания. Вот то, о чем мы с вами говорим. Это наш бешеный ритм жизни. Влияет, конечно, уровень доходов и доказано, что страны, где высокий уровень жизни меньше подвержены таким заболеваниям, как артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые заболевания. имеет значение питание, имеет значение жилищные условия. И насколько человек может, то есть это очень важная социальная проблема артериальной гипертонии, очень важно помочь человеку, несмотря ни на какие его условия, сохранить его здоровье, потому что от того, что у него есть какие-то тяжелые факторы социальные, это не значит, что мы ничем не можем помочь. Сохранить его здоровье, сохраняя тот же психоэмоциональный фон, идти и находить выход из создавшихся ситуаций, когда особенно уже мы видим проблему со здоровьем, это вот наша с вами задача, и я всегда говорю, каждый терапевт, он не просто терапевт, это психотерапевт, это психолог, и институт семейных врачей, и предполагал, что в каждой семье будет свой доктор, который от рождения до самой смерти будет сопровождать семью, направлять ее в правильном русле. Поведенческие факторы риска, это они начинаются уже наверное еще до рождения человека, это беременность, образ жизни беременной, питание беременной, гистозы, какие-то сопутствующие экстрагенитальные заболевания, которые являются фактором риска для еще не родившегося ребенка, глубокая недоношенность тоже является фактором риска для развития артериальной гипертонии, потому что не успевают созревать все клубочки, а почки это важнейший орган, который участвует в работе сердечно-сосудистой системы и в регуляции артериального давления. Недостаточная физическая активность, вредные привычки, то есть то, о чем мы с вами сегодня говорим. И далее есть факторы риска, и опять же я их отношу к модифицированию, факторам риска это повышенное питание, это ожирение, и за ожирением скрывается диабет. И когда перед вами пациент, у которого есть сахарный диабет, вы сразу автоматически понимаете, что перед вами гипертоник с высоким фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. И конечно следующее это идет, если у вас пациент с артериальной гипертонией, с ожирением, с диабетом, то это первый кандидат на то, что у него может случиться инфаркт, что у него может случиться инсульт, и что у него будет постепенно развиваться хроническая сердечная недостаточность. И я хочу вам сейчас представить классификацию артериальной гипертонии 2017 года, которая рекомендована. Она взята из гайдлайна, из клинического руководства Американской Ассоциации кардиологов 2017 года. Посмотрите, нормальное артериальное давление, и вот это надо нам четко знать. Нормальное это 120 на 80, 129 и 80 или менее 80, вот имеется в виду систолическое артериальное давление, первое повышается, и оно когда не достигает 130, мы говорим о повышенном артериальном давлении, и скорее всего вот здесь вам уместно будет говорить о вегетососудистой либо нейроциркуляторной дистонии, которая должна уже насторожить и врача, и пациента, что этому человеку необходимо пересмотреть какие-то его взгляды на образ жизни, на питание, на отдых, возможно это приходящее повышение давления, и когда 129 стойкой, вот тогда мы говорим это повышенное давление. Злоупотребление кофе, чаем, недосыпы, вот это все влияет на то, что это будет стартом для того, чтобы не выдержала сердечно-сосудистая система. Далее по стадиям, первая и вторая стадии, по цифрам систолическое и диастолическое давление вы видите на этом слайде. И далее мы еще классифицируем с факторами риска, да, и смотрите, эта таблица демонстрирует, как подходить к лечению в зависимости от стадии, в зависимости от риска сердечно-сосудистого и клинически значимые ассоциированные состояния по сердечно-сосудистым заболеваниям. Какие это моменты мы должны понимать? Повышенное давление и на этапе первом при гипертензии до 140 миллиметров ртутного столба, когда это гипертензия первой стадии, в первую очередь нам надо изменить образ жизни, обязательно назначить ему осмотр в больному в динамике через 3-6 месяцев, если маленький риск сердечно-сосудистых заболеваний менее 10%, и когда риск более 10%, повторный осмотр мы также оставляем при первой степени, и смотрите, если риск менее 10%, мы также еще воздерживаемся от назначения медикаментов, даем шанс заняться здоровым образом жизни, физкультурой, сбросить лишний вес, пересмотреть диету, ограничить прием соли до 5 грамм в сутки, и если, несмотря на это, через 3-6 месяцев вы видите эти цифры до 140 на 90, то и видите, что есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, то мы назначаем какой-то монопрепарат и обязательно, чтобы проследить контроль эффективности терапии, мы назначаем повторный осмотр через месяц. И при гипертонии второй стадии ошибочно я часто вижу, когда назначают один препарат, наращивают его дозу, а давление у пациента 160-140 на 90, и недостижение целевого давления влечет за собой как раз и развитие вот этих осложнений, о которых мы сегодня говорим, о гипертрофии и так далее. Поэтому, если это гипертоническая болезнь, вторая стадия и цифры давления выше, чем 140 на 90, вы не можете достичь цели лечения целевого давления одним препаратом, вы должны дать второй препарат. Обязательно два препарата, которые имеют разнонаправленное действие против артериальной гипертензии и повторный осмотр для оценки эффективности мы назначаем через месяц. И ВОЗ нам рекомендует определенные препараты для лечения артериальной гипертонии. Если помните, из старых учебников вы видите, когда назначались препараты центрального действия, резерпины, да, вот, что рекомендует ВОЗ? Конечно, в первую очередь, это на первой линии, это ингибиторы АПФ, ангетензин превращающего фермента, блокаторы рецепторов к ангетензину-2 и длительно действующие антагонисты кальция. И расписаны показания в каждой группе. И вот я хотела сказать, обратить ваше внимание, что блокаторы кальциевых каналов для стартовой терапии, они более идеальны в пожилом возрасте. И они идеальны для гипертоников, у которых имеют место нарушение ритма. Они имеют место, если есть стенокардия, эти же препараты, вы знаете, обладают антиангинальным действием, поэтому если перед вами пациент, у которого возраст молодой, у которого вы на эхокардиографии увидите систолическую дисфункцию, если у этого пациента вы видите нарушение толерантности к глюкозе или диабет первого типа, если вы видите повреждение почек, повреждение почек вы обнаружите, если вы увидите в анализах мочи повторяющуюся протеину рию, меньше грамма, если вы увидите скудный мочевой осадок, если вы увидите, что есть изменения в относительной плотности мочи, если вы увидите, что меняется скорость клубочковой фильтрации, то это однозначно говорит о том, что идет повреждение почек. Там, где вы не можете справиться ингибиторами АПФ, иногда бывает побочный эффект ингибиторов в виде сухого кашля, ингибиторами вторая группа, которая тоже влияет на ренин ангиотензин и альдостероновую систему, это локаторы рецепторов к ангиотензину 2, и опять же показания те же молодой возраст, и здесь мы их называем еще сортаны, это диабет второго типа с нефропатией, систорическая дисфункция, и если в анамнезе есть повторный инсульт, то предпочтение вы можете отдать именно сортанам, они начинают действовать не сразу, они начинают действовать после недели, как вы начинаете применять это все, элмисортаны, эпросортаны и так далее, и если у пациента есть ишемическая болезнь сердца и пожилой возраст, то антагонисты кальцием, но когда перед вами пациенты высокого риска, у которых есть сахарный диабет, либо хроническая болезнь почек, ХПН, то есть определенные схемы использования антигипертензивных препаратов, если факторы риска сердечно-сосудистые, такие как стенокардия, если перед перед вами относительно молодые пациенты, у которых есть нестабильная стабильность на корве, то в первую линию препаратов станут бета-адреноблокаторы, и, конечно, предпочтение отдаете селективным бета-адреноблокаторам, особенно если это молодые мужчины, для того, чтобы сохранить их эректильную функцию, для того, чтобы сохранить качество жизни у этих пациентов, пожалуйста, мы предпочтение отдаем и назначаем с антигипертензивной целью селективные бета-адреноблокаторы, не забывая о контроле безопасности, не забывая информировать пациентов о том, что он должен следить за состоянием пульса, о том, что эту группу препаратов нельзя отменять резко. Далее мы в первой линии видим ингибиторы, ПФ, диуретики и блокаторы кальциевых каналов, как правило, это для длительной терапии артериальной гипертензии мы выбираем препараты гидроперидинового ряда, это амлодипины, это нормодипин, амло, амод, как угодно они могут называться, но это антагонисты кальция, не короткого действия. Для длительного лечения мы никогда не будем использовать нефидипин, каринфар, мы эти препараты будем использовать для лечения в кризовых ситуациях, они идеальны для лечения кризов и у больных, в том числе, которые находятся на гемодиализе. Если у пациента есть нарушение функции почек, хроническая болезнь почек, а есть пять стадий хронической болезни почек, как правило, пропускаются первые две стадии, только когда вы видите высокий уровень приатинина, терапевты и врачи, вы начинаете назначать консультацию нефролога, а уже в это время функция почек страдает прилично, скорость клубочковой фильтрации уже падает и рекомендуется, конечно, здесь нефропротективная терапия, а нефропротективная терапия это ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина-2. Я хочу сказать, что, как правило, больные с артериальной гипертонией редко бывает, что у них только артериальная гипертония, как правило, им приходится принимать много препаратов и если мы сегодня посмотрим на назначение наших пациентов кардиологического профиля, то количество лекарственных препаратов, которые он должен принимать, огромные листы назначения внушают клиническим фармакологам ужас, потому что есть еще один риск, это риск взаимодействия лекарственных препаратов между собой и поэтому врачу необходимо очень четко определять, насколько необходимо назначение того или иного препарата пациенту с гипертонией, действительно ли ему необходимо назначение статинок, действительно ли ему необходимо назначение этого антиагреганта или блокаторов протонной помпы. То есть не просто то, что прописано в протоколе, мы поэтому должны всем подряд назначать антигипертензивные, антиагреганты, потом протонную помпу, а потом получать какие-то осложнения и лечить уже эти осложнения. Я думаю, что если мы подправим, даже у пациентов со второй стадии, подправим образ жизни, подправим его терапию, направим в плане профилактической с использованием альтернативных методов лечения, то мы избежим как раз осложнений, связанных с приемом некоторых лекарственных препаратов, которые прописаны в наших протоколах, которые наши врачи аккуратненько назначают всем пациентам, потому что этого требует протокол. Но мы не должны забывать, что перед нами пациент, и что у каждого препарата есть обратная сторона, которая называется нежелательные лекарственные реакции. Мы должны об этом помнить, мы должны помнить о безопасности. И, кстати, в этой связи сегодня мы будем говорить о альтернативном подходе при лечении этих пациентов. Когда перед нами больной с диабетом, лечение артериальной гипертонии, конечно же, уже непростое. К ингибиторам АПФ, к сортанам мы добавляем диуретики, антагонисты кальция. Бывает, что получается здесь порочный круг. Диабет является отягощающим фактором риска у больного гипертонии, и лечение этого пациента становится чревато и полипрагмазией, где-то вынужденной, где-то необоснованной, и риском получения нежелательных лекарственных реакций. И сердечная недостаточность. Еще раз хочу вернуться к диабету. Диабет второго типа – это диабет у взрослых людей, которые они наработали в течение жизни, да? И, как правило, это перед развитием диабета – это повышенный вес, это нерациональное питание, неправильное питание. И поэтому больным с диабетом мы должны особенно рекомендовать защиту органов мишени. Защита органов мишени, потому что это риск СПН, это риск инфаркта вырастает в разы у этого пациента, риск инсульта. Поэтому своим пациентам я всегда говорила – контроль уровня сахара, следите за своим питанием. И цифры давления и цифры сахара – это очень важный момент в предупреждении развития осложнений у больных с диабетом. И больные с сердечной недостаточностью, то есть все, уже пропустили первую стадию болезни, вторую. Пациент думает, что у него все нормально, а у него уже начинается сердечная недостаточность сначала в малом круге, потом в большом. И часто бывает так, что пациент приходит, когда у него уже терминальная сердечная недостаточность. И, конечно, одна из таких распространенных ошибок, что когда у больного сердечная недостаточность Н2А, у него появляется отдышка, у него может появляться кашель, связанная с застоем в малом круге кровообращения. И мне очень жаль, когда я вижу ошибки, такие как назначение у филина этим пациентам с целью уменьшения его кашля или отдышки. Тем самым усугубляется его положение, ухудшает, усугубляется дефицит кислорода, усугубляется потребность миокарда в кислороде, потому что эуфилин вызывает ахикардию, он не способствует уменьшению отдышки. И, к сожалению, несмотря на то, что и протоколы по артериальной гипертонии есть, есть, встречаются врачебные ошибки, и о них иногда, конечно, нам в своем кругу надо говорить. И для врачей, ни кардиологов, для врачей, ни терапевтов, напомним, что гипертония диагностируется, это не такая болезнь, не загадка, она не должна быть неожиданностью, она не должна приводить к фартальным осложнениям, она не должна приводить к ранней смерти, она не должна приводить к инвалидизации молодых людей. Конечно, здесь роль и больного, и лечащего врача, она где-то, я ставлю, на равных. Сколько бы ни был хороший врач, сколько бы ни был он заботлив, сколько бы ни было его знаний, если пациент не несет солидарной ответственности за свое здоровье, если пациент не соблюдает тот режим, который ему рекомендует лечащий врач, то успех обречен, то есть пациент обречен на неуспех, то есть здесь не будет вины врача, это еще одна будет проблема пациента. Поэтому измерение артериального давления это очень простая процедура. Тонометры сегодня есть цифровые, тонометры есть обычные, манжетные. Все зависит от того, как правильно измерить артериальное давление. Контроль артериального давления, базальное давление мы измеряем, утреннее, да. И я хочу сказать, что иногда неправильные цифры связаны просто с неправильным расположением даже рук. То есть есть и в этих тонометрах, есть даже инструкция для больных, и врач может проинструктировать, и в городах сейчас, в поликлиниках есть школы артериальной гипертонии. Я думаю, что не проблема. На любой стадии болезни правильное определение артериального давления. Дальше рутинные анализы. Общий анализ мочи, общий анализ крови нужен для этих больных. По анализу мочи нас насторожить должно снижение удельного веса, протеинурия следовая. Мы уже должны думать, если это правильно собранная моча, нет ли повреждения почек, если у пациентов мы видим высокие цифры давления. Дальше мы смотрим биохимические анализы, определяем холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности. Мы определяем обязательно креатинин, и через определение креатинина измеряем скорость клубочковой фильтрации, определяем функцию почек, определяем уровень калия. Даже при нормальном уровне креатинина, я думаю, что лодзи почек сегодня не сложная процедура, и мне кажется, ее доводят практически все. Если мы видим гипокалию и мию, нам необходимо исключить альдостеронизм, поэтому необходимо до обследования исключение вот этой вторичной гипертензии, эхокардиография, как только мы видим изменения на электрокардиографии. Если мы видим тахикардию и какие-то признаки тиреотоксикоза, то, конечно же, мы направляем к эндохринологу, определяем уровень тиреотропного гормона, и если лобильное давление, если у пациента есть признаки вторичной гипертензии, такой характерной для феохромоцитомы, то мы исследуем надпочечники, делаем компьютерную томографию. То есть я думаю, что семейный врач справится с этим или проконсультировал с терапевтом, с кардиологом, с нефрологом, и почему важно держать руку на пульсе, почему важно предотвращать осложнения артериальной гипертонии, потому что именно повышенное систолическое давление является фактором риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений. Фатальные – это инфаркты, инсульты, это хроническая болезнь почек и терминальная почечная недостаточность, ну и нефатальные – это гипертрофия, то есть это тоже, это в любом случае, это риск, что в дальнейшем при прогрессировании артериальной гипертензии при неправильном нашем подходе у пациента будут осложнения. И здесь, это не опять же из того документа, глобальное резюме ВОЗ, я даю прогноз, я выделила этот прогноз в отдельный слайд, что выживаемость зависит у леченных и не у леченных пациентов, у которых есть изменения на глазном дне. И то, что наиболее, я говорила о том, что 45-50% больных с ишемической болезнью сердца, умершие больные с ишемической болезнью сердца или с острым нарушением мозгового кровообращения, инсульта, это больные с артериальной гипертонией. И, наверное, не случайно сегодня, 17 сентября, оказалось Всемирным днем безопасности пациента. И я хотела закончить свою презентацию словами Нобелевского лауреата Ильи Мечникова. Чем более продвигается наука в изучении причин болезней, тем более выступает то общее положение, что предупреждать болезни гораздо легче, чем лечить их. Мы сегодня знаем, как лечить медикаментозно больных. Иногда мы в этом даже слишком увлекаемся лекарственными препаратами. И сегодня являясь членом Совета директоров по рациональному использованию лекарств, мы большое внимание уделяем информированности пациента о своем здоровье, о контроле безопасности, о том, что пациент должен знать, как лечиться, что он должен принимать. Продолжение следует...